И на продолжение темы про то, как украинцы могут поддерживать День Добрых Справ, поговорим сегодня под час эфиру и с нашими гостями. Это директор Благодейного фонда КИДО Ольга Хархота и маркетолог Оксана Дубинчук. Добрый вечер нашим гостям, гостям. Итак, 27 ноября День Добрых Дел. Как это проходит, рассказываете? Всем здравствуйте. Хотелось бы сказать, что это не просто, так сказать, весточковая инициатива одного фонда или нескольких фондов. Это мировое движение, которому уже 7 лет. И в этом году вся, я могу сказать, что вся благотворительность Украины радуется тому, что получили соглашение с головным офисом. Это гивент юзды или в украинском варианте это щедрый вифторок. И мы, так сказать, следуем уже их наработанным каким-то моментам, естественно, адаптируя их под себя. Мы, когда узнали об этой акции, на самом деле, именно наш фонд КИДО, оно настолько созвучно тому, что мы делаем в принципе. То есть именно о том, что помогать надо не тогда, когда тебе плохо, а тогда, когда тебе хорошо, чтобы это стало, так сказать, постоянным твоим движением души. Что мы всей командой настолько этим увлеклись, что я считаю, что мы проявили очень большую активность. И действительно очень много на сегодняшний день партнеров, просто частных инициатив выступает о том, которые спрашивают, как, как же можно помочь. А на самом деле у них очень простая философия, это не о деньгах, они говорят о том, что вы можете помочь временем, своим талантам. Ну, конечно, деньги это самое простое, оно стоит на самом последнем месте. Поэтому на сегодняшний день нам есть о чем рассказать и о достижениях именно я бы говорила не в разрезе фонда, а даже в разрезе города и общественности. Потому что я считаю, что такое движение можно считать удачным, если в него вовлечено город, область и вся страна, потому что это мировое движение. У нас вовлечены? Вовлечены, сейчас расскажем на сегодняшний день, потому что все сейчас идет достаточно очень быстро. И Оксана расскажет о том, как умудрились вовлечь в эту общественность. Я могу сказать, что на сегодняшний день, ну, я считаю, что это достижение то, что главный социально ответственный бизнес, главный ритейл Украины Кумфи разрабатывает целую такую серьезную акцию под это, естественно, им проще всего с оборотами. И еще около пяти крупных офисов именно где, в Днепре, компании, которые тоже активно откликнулись и всеми возможными способами, не только деньгами, вовлечением, информированным, медийной личностью подключаются. Это как, знаете, снежный ком, как лавина. Вот, ну, Ксюша, она сегодня была в переговорах с властью, вот, она объяснит, почему это так важно именно для «Щедрого вторника», почему они на этом ставят такое акцию. Ксюша, пожалуйста, рассказывайте. Очень важно для «Щедрого вторника», чтобы эту инициативу поддерживали власти города и страны. В этом году Украина впервые вошла в этот проект, она стала 154-й страной в мире, которая поддержала этот проект и которая готова дальше работать и каждый год... Только наращивать. Только наращивать, да, потенциал добродетельности, скажем так. И сегодня нас очень активно поддержал мэр города и власти города, сказали о том, что давайте, ребята, работайте, день добрых дел в Украине и в городе. Это масштабное мероприятие, которое... Поддержал как? Вот что материально? Мэр сказал, давайте, делайте, это вот, вот это очень важно, да? Это очень важно, чтобы мэр сказал, давайте, делайте. Да, у нас поддерживает мэр более того. Ну, то есть его согласие на проведение... На их официальном сайте, ты забыскать, будет размещено обращение к Дмитриану о том, что эта инициатива важна для города, не только для конкретного фонда, да, вот, да, вот у нас есть такие таблички для флешмола, мы вовлекаем в этот флешмол достаточно много известных людей, но когда нету понимания, что это, как бы, да, поддерживается всей страной, нам всем тяжело в это вовлечься. Так вот, у «Щедровой вторки» есть этот целый кейс работы именно вот, ну, это, видимо, связано с Европой, с миром. А как происходит вообще день? Что происходит в этот день? В этот день все до этого очень, то есть у «Щедровой вторки» где-то к 15 ноябрю появится полная карта добрых дел всей Украины, на которой вы можете посмотреть город и будет отмечено, что вот здесь вот вы можете зайти в магазин, купить там какой-то продукт и средства пойдут на какие-нибудь детей. Ну, это у нас, например, много партнеров у нас поддержали именно таким способом, то есть и вся карта Украины, особенно у нас есть много все украинских партнеров, допустим, в этот день вы можете зайти, получить благотворительный мастер-класс. Допустим, тоже сегодня пришло подтверждение, что наша Станыция ГОО «Пласт» — это национальная спилка «Пластов Украины», они тоже сказали, что они выступят поддержкой «Giving Tuesday», и они хотят взять на себя работу, они хотят поехать и провести активности для детских домов, может быть, больниц, если их пустят к деткам больным. То есть они хотят своими силами показать о том, что добро творить хорошо. То есть мы хотим сделать, чтобы… И мы знаем, что есть еще фонды, которые подписывают сейчас меморандумы, я думаю, что есть фонды, которые будут из Непра, и мы тоже увидим их активности на карте. Но представьте себе, что в один день можно, не меняя своего образа жизни, не делая дополнительных движений, ничего, кроме того, что ты делал обычно, но при этом вовлечься во все это. — Кому-то помочь. — Кому-то помочь. Распространить информативно. У нас есть один проект, у нас, вот у Кида есть проект «Стоп Буллинг», то у нас в этот день будет представлена определенная информационная платформа для родителей, попавших в такую ситуацию, понятная, написанная очень грамотными юристами, которые потратили, скажем так, свои таланты для того, чтобы сделать этот материал. Они тоже, мы его всеми силами распространим, это тоже можно сделать в рамках этого дня. Я вообще говорю, что это вообще на самом деле большая возможность попробовать, если ты никогда этого не пробовал. Вот знаете, многие компании, когда мы приходим, говорят, вы знаете, ваша гривна может сотворить чудо. Они говорят, нет, ну, гривна, это что? Это так мало. Но когда этих гривен очень много, вот представьте, если в один день там 10 тысяч человек зайдет и потратит что-то, где одна гривна очистится в фон, это 10 тысяч гривен. Это реабилитация ребенка, это его шажок к здоровой жизни, это закупка дорогостоящих препаратов. То есть мы благответили, конечно, мысль этими масштабами. Человек, к сожалению, люди не все в этом вовлечены. И мы хотим всеми доступными способами дать потом фидбэк. Вот мы для себя, например, поставили, мы когда посмотрели, кто к нам присоединился, мы поняли, что мы можем рассказать людям, сколько их в один день присоединилось. Вот мы никогда это не делали. Мне кажется, никогда этого не подсчитывалось. Я хочу добавить, что, опять же, Оля говорит правильно, что это не о деньгах, это о философии. О том, что в этот день просто человек, небольшая компания, а человек конкретно может, я не знаю, убрать у себя во дворе, сделать доброе дело. Помыть лестницу на лестничной площадке, накормить бабушку, если он знает о том, что где-то в подъезде живет бабушка, которая одна, она одинока. Поехать волонтером, помочь деткам в медицинском центре, либо же поехать и помочь животным. Но ему в этот день дадут возможность. Он может зайти на эту карту и посмотреть, ага, вот здесь организовывай что-то там, именно там, где я могу приложить свои руки. Здесь я вот всегда хотела... Не нужно искать, не нужно звонить, не нужно просить, ты можешь взять и присоединиться. На самом деле, я думаю, что сейчас еще мы ждем как бы активного присоединения детей, потому что дети самые большие, да, самые глобальные идеи. И мы даже вот разговаривали с полстами, я говорила, давайте мы попробуем отдать именно под вас платформу всех вот этих каких-то благодейных мастер-классов, может быть. У нас компания есть, которая будет запускать перед Giving Tuesday, потому что там формат большой. Они будут делать интересный очень формат для детей. И это тоже очень простой момент, потому что я вот сидела, разговаривала, все равно мы на выходные тратим средства, да, там, повезти ребенка в кино, купить, в конце концов, Happy Meal. Это все равно у нас заложено. Но если мы потратим то же самое, и эти средства уйдут в полном объеме на благотворительность, то все сразу прикасаются к этому. Они могут это почувствовать. Не очень много остается времени, рассказали о сути, что за листики у нас. А мы для понимания, для того, чтобы каждый человек почувствовал, или компания, мы сделали вот такую табличку, которая говорит о том, что я часть. Как только я думаю о том, что я хочу сделать доброе дело, в зависимости от того, то есть если это компания или команда, команда, она говорит, мы часть, у нас есть такие рамки в Фейсбуке. Можно записать видео, можно сделать фотографию, написать призыв о том, что найдите по хэштегам, где у вас есть активность. Пойдите и посмотрите, поучаствуйте, покажите, что Украина может стать такой важной частью этого гейнт юзды. Ну, нельзя же просто призениться для галочки. Мы хотим, чтобы это была не галочка. Мы хотим, чтобы наши кейсы попали в мировую практику, чтобы они знали, что Украина тоже умеет благотворить. И это дело не в деньгах, дело в порывах души. Так, давайте резюмируем, что нужно сделать, чтобы присоединиться к этому движению. Ждем появления информации на сайте. У нас на Кида.юа уже есть с хэштегом «щедрый фторок» и «гивинг юзды», как вот здесь написано. По ним уже можно искать, какие активности. Со следующего вторника будут уже расписаны… Набирают «гивинг юзды» или «кидо». Даже просто «кидо». Вы набираете, и вы можете попасть и сразу там искать про «щедрый фторок» все, что можно. Ну и будет скоро интерактивная карта «Добрый дел», которую можно будет найти Днепр и сразу на ней посмотреть, а что же конкретно можно сделать, даже не выходя иногда из машины. Какие-то там телефоны, это все уже сегодня не нужно, мы можем обойтись хэштегом. «Кида.юа», пожалуйста, там тоже это есть. Или в «Фейсбуке» Кида набирается и выбираете страницу. Вы какую активность ожидаете в этом году? А у нас уже много, у нас уже много. У нас много компаний, которые присоединились со средствами. У нас есть социальные, у нас будут мастер-классы. Это те, кто сразу вот откликнулись на призыв и поддержали именно в Днепре. У нас будет «щедрый фторок» версия Днепр. Я уверена, что эта версия Днепр, она запомнится всей Украине. Я больше чем уверена. Мы хотим версию Днепр. Замечательно. Ну, тогда давайте на этой радостной ноте и закончим. Версия Днепр наявника будет особенной. Желаю вам удачи. Там, где есть логотип «Giving Tuesday», логотип «Кида.юа», в компаниях, которые нас поддерживают, вы это увидите уже буквально в соцсетях, у известных блогеров, медийников. Они будут это говорить, рассказывать, описывать. Будет много контента, который поможет выбрать то, что будет изнутри. Замечательно. На что сердце открылось. Спасибо. На сегодня завершаем. Желаю вам удачи. Спасибо вам. Пусть все пройдет так, как запланировали. И еще раз дякую нашим гостям. Говорили про День добрых справ. Из представницей мой фонду «Кида» это Оксана Дубинчук и Ольга Хархота. Я нагадаю, это дата 27 листопада. И это все, про что мы встигаем рассказать в нашем выпуске. Далее будет про спорт. А с понеделька в студии працюватиме Артур Терешченко. Він рассказать про події наступного тижня. Я дякую вам за увагу и желаю хороших новин. На все добре. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok